Платоновка, Тамбовская область, Россия, загорелась нефтебаза. Расстояние от Украины – 1400 километров. Санитарная зона нигде не заканчивается. Я говорил публично, что если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Вот мы это и делаем. У меня теперь сбили. Вот если бы сюда он долетел, вот сюда, в Платонске уже нашей не было бы. Этой ночью произошла массированная атака беспилотников на российские НПЗ в трех областях. Также мирные дроны посетили нефтеперерабатывающие заводы в Адыгее и Краснодарском крае. Краснодарский край и республика Адыгея. Горят два НПЗ. Бумеранг за ракеты рашистов по украинской энергосистеме. Вот в этом и прощу. Во время уже завершившегося визита Владимира Путина в Пхеньян прозвучало много слов о дружбе. Российский лидер упомянул о стратегическом проекте модернизации железной дороги между российской станцией Хасан и северокорейским портом Раджин. При этом Путин ничего не сказал о судьбе моста дружбы на границе между КНДР и Россией. А между тем этот мост закрывает китайским судам выход к морю по реке Туманная. В Китае предлагают этот мост снести. Во время визита в Пекин Путин и Си договаривались к конструктивному диалогу с Северной Кореей по поводу реки Туманной и моста. Пока Путин в Пхеньяне говорит о российско-северокорейской дружбе, в Китае обсуждает возможность сноса моста дружбы на границе между Россией и Северной Кореей. Об этом сообщило японское агентство Никей. Россию и КНДР многие десятилетия связывают прочная дружба и тесное добрососедство. Ну чушь какая-то. Пограничный мост дружбы связывает Россию и КНДР с 1959 года. Он перекинут через самый короткий, северокорейский, участок российской границы длиной всего 17 километров. Граница проходит по нижнему течению реки Туманная. Выше по течению она разделяет КНДР и Китай. Последние три десятилетия города на китайском берегу Туманной быстро развиваются. Пекин не раз ставил вопрос перед Москвой и Пхеньяном об открытии судоходства в нижнем течении реки, чтобы китайские северо-восточные провинции получили прямой выход к морю. Пекин предлагал даже создать специальную экономическую зону в месте пересечения границ трех стран. И вот в ходе визита Путина в Пекин в мае этого года лед тронулся. В официальном заявлении по итогам визита был включен пункт об участии России и Китая в конструктивном диалоге с Северной Кореей по поводу реки Туманная. Однако мост Дружбы высотой всего 7 метров. Под ним не пройдут суда класса река Море. Агентство Никеи приводит слова Ван Вэйня, исполнительного декана Чуньянского института финансовых исследований Китайского народного университета. Он утверждает, что Китай рассматривает возможность углубления реки Туманная в ее нижнем течении и сноса моста Дружбы. Все зависит от хозяев. А мы – вежливые люди. Но Путин дает противоречивые обещания восточным партнерам. В Пхеньяне он говорил о важности железнодорожного маршрута в Северную Корею. Упомяну стратегически важный проект по модернизации железной дороги «Хасан Раджин». С участием нашей компании российские железные дороги проводится реконструкция совмещенной колеи 1435 и 1520 миллиметров от пункта пропуска «Хасан» на территории России до корейского города Раджин, где построен современный мультимодальный терминал. В сентябре прошлого года по мосту Дружбы проехал на своем бронепоезде Ким Чен Ын во время его визита в Россию. А в феврале 2021 года мост Дружбы оказался незаменимым для российских дипломатов, которые покидали КНДР во время эпидемии ковида. Они воспользовались дрезиной, чтобы выехать из этой страны. Куда заведет Россию Дружба с северокорейским режимом, обсудим с политическим аналитиком Сергеем Шеллиным. Скажите, какую помощь в Москве в ведении войны и обхождении международных санкций может оказать Северная Корея? Северная Корея уже оказывает помощь, причем помощь, по-видимому, неоценимая для Москвы. Она поставляет снаряды в очень больших количествах, явно в количествах сопоставимых с внутренним российским производством снарядов. Кроме того, поставляются и, как можно понять, и ракеты. Видимо, предстоит расширение номенклатуры поставок. Но в целом, не думаю, что Северная Корея может помочь еще больше, чем она помогает. Ее помощь велика. Это факт. Может ли Северная Корея стать каким-то государственным посредником для передачи технологий двойного назначения, например, из Китая в Россию? Это можно себе вообразить. У Северной Кореи огромный опыт похищения и получения нелегального различных военных технологий. Потому что, естественно, не сами они создали свою атомную бомбу, баллистические ракеты и все такое. Все это так или иначе украдено и просто на месте развернутое производство. Но в какой степени Северная Корея будет делиться со своим российским другом такими интимными вещами, я не знаю точно. Думаю, что далеко не всеми, как минимум. Но в обмен на какие-то очень крупные услуги со стороны России, со стороны путинского режима, возможно, что кое-чем и поделится. Да, это можно представить. Сразу приходят на ум российские ракетные технологии. Тем более, что в прошлом году, когда Ким Чен Ын приезжал в Россию, он посещал космодром Восточный. Но на Корею наложены санкции, международные санкции, которые запрещают другим странам помогать Корее развивать ракетные технологии. Что же теперь санкции еще очередные наложат на Россию? Санкции, ограничения, невозможность расчета в долларах, отключение от SWIFT, санкции в отношении наших кораблей, перевозящих нефт, санкции в отношении самолетов, санкции во всем, везде. Самое большое количество санкций в мире, которые применяются, это применяется против России. Я думаю, что те санкции, которые можно наложить на Россию, уже наложены, именно поэтому вряд ли заморачивается Путин, вряд ли заморачиваются, вот рядом показали Монтурова и прочие руководители российской экономики, российского военно-промышленного комплекса, вряд ли они заморачиваются тем, что за это как-то уже накажут. Уже наказали. Остановитесь! Что это сотрудничество с Северной Кореей принесет простым россиянам? Уже заявляется о том, что российские туристы могут поехать на морские курорты Северной Кореи. Также документ, который подписали, предусматривает сотрудничество в области образования и здравоохранения. Ничего, кроме возможных неприятностей, которые дополнительно могут быть причинены России из-за вот этой странной дружбы, принявшей острые формы. Что касается курорта, то действительно, представьте, в Северной Корее действительно есть приморский курорт. А если я отдыхаю, то необходимо прятаться за кустами. Период, когда она разыгрывала какое-то миролюбие, туда приезжали из Южной Кореи люди. То есть, видимо, курорт хороший. Но я не думаю, что найдутся желающие в России сейчас туда ездить. По крайней мере, за бесплатно. Так что нет никаких удобств. Возможно, вместе со всей Россией некоторые неудобства для рядовых россиян. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова